Рамадан на канале Али-Атисам. 1445 года по хиджри. Которые распространены среди людей про Рамадан. Недостоверные хадисы, слабые хадисы. Эти хадисы распространены среди людей за то, что имамы или знающие люди говорят их, не рассказывая, что этот хадис был слабым. Услышали слово Рамадан и Ес, сразу рассказывают людям. А Пророк, салли Аллаху алейхи вассалам, сказал, «Ман кадзба алейхи мутааммидан, фалийта боба мақааду мина нар». Тот, кто наговаривает на меня, мутааммидан, нарочно, пусть приготовит для себя место аду. Пусть место в аду приготовит себе тот человек, который наговаривает на Пророка, салли Аллаху алейхи вассалам. И Пророк, салли Аллаху алейхи вассалам, говорит, «Кто на меня наговаривает то, что я не сказал, пусть приготовит для себя место в аду». Такое сильное предупреждение Пророка, салли Аллаху алейхи вассалам, чтобы мы не наговаривали на Пророка, мы не рассказывали хадисы, которые недостоверны от Пророка, салли Аллаху алейхи вассалам. Мы сейчас рассказываем некоторые хадисы, которые сильно распространились среди людей, как сказали ученые, «Достоверных хадисов нам хватает, нет нам нужды обращаться к недостоверным хадисам». Достоверных хадисов хватает про Рамадан, если даже не будем пользоваться этим, слабые хадисы. Чтобы люди слишком привязать к Рамадану, люди не говорят, слабые хадисы, даже достоверные, не напоминают в хутбах. А очень много достоверных хадисов про достоинство Рамадана. Аяты из Кур'ана, хадисы Пророка, салли Аллаху алейхи вассалам. Из этих хадисов, которые распространены, очень сильно распространены. «О, Аллах, поставь нам благословение Раджабе и Шабане, и дай нам достичь Рамадан». Просто эта дуа делает нет никакого запрета, но сказать, что это Пророк, салли Аллаху алейхи вассалам, сказал, это получается наговор. Еще слабее хадис, который очень сильно распространен. Рамадан месяц, первые 10 дней, рахма, милость Аллаха, в середине мағафира, в середине это прощение грехов, последние 10 дней, это освобождение от агниады. Аувалу шахр Рамадан, рахма, ва аусаду мағафира, ва ахиру, это слабый хадис, нельзя его говорить, потому что Рамадан начало является милостью, является прощением грехов и является освобождением огня ада, и середине тоже так же, и конец тоже так же. Весь Рамадан является милостью, весь Рамадан является прощением грехов, и весь Рамадан является освобождением от огня ада, как сказал Пророк, салли Аллаху алейхи вассалам. который говорит, знали бы люди то, что Рамадан находится, в моей общине хотел бы, чтобы весь год Рамадан был. Это хадис Мауду, это наговор на пророка саляму. Если бы знали точно Рамадан находится Балагадат, в моей общине хотел бы, чтобы весь год был Рамадан. Из этих хадисов, которые распространены, очень сильно распространены на умуса имя ибада. Сон постящего человека – это поклонение. Пост – это половина Сабр. Это тоже слабый хадис. И хадис, который рассказывает, кто один день Рамадана пропустит без уважительных причин, даже если весь с жизнью будет он поститься, он не может его восстановить. Очень слабый хадис. Нафа, Рамадан месяц слишком много расходу нафа, расходовать на Рамадан месяце, как будто ты расходовал на пути Аллаха в джихаде. Из этих хадисов, которые слабые хадисы, куда распространены сумму тасиху. Поститесь, вы будете здоровыми. Может быть, это правильнее само сравнением с врачевной стороны, медицинской стороны. Но такого хадиса достоверного нет. Из этих слабых хадисов для каждого вещи есть закат. Закат тела это пост. Такие очень много хадисов распространено среди мусульман. Слабые или наговорные пророки, саллиллаху алейху асалам. Из этих братьев мусульманов, если вы не уверены, что это хадис достоверный от пророка, саллиллаху алейху асалам, нельзя говорить, что пророк сказал так. Нельзя говорить, Аллах сказал так, не зная, что это аят, есть в Куране или нет. Потому что часто говорит, Аллах сказал и говорит слова, которые вообще в Куране нет. Из этого следите за своим языком, чтобы не попасть под тот хадис, который сказал пророк, саллиллаху алейху асалам, кто наговорит на меня мутааммидан нарочно, пусть приготовит для себя место в аду. Его бережет Аллах, субханаху ата'аллаху анас и вас от огни ада. Амин, амин, амин. Валхамду лиллах, Робби лааламин. Не забывайте всех мусульман ваших дуа этот месяц, месяц Рамадан целый день. Когда пост отпускаете, таравиха, когда делаете таравиха, делаете махдина, делаете дуа за наших братьев Газа и уйгурам и остальным мусульманам, притричным мусульманам, пусть Аллах, субханаху ата'аллах, даст нам победу над врагами ислама и мусульман. Валхамду лиллахи, Робби лааламин. Амин. Амин.